Создание регионального штаба по поддержанию экономической стабильности мера пусть и вынужденная, зарубежные санкции коснулись всех, но вовсе не заставшая врасплох. Пакет антикризисных мер уже подготовлен. Его основные тезисы Николай Любимов озвучил четко. Помощь экономическому сектору включает преференции предприятиям, мораторий на плановые проверки среднего и малого бизнеса в этом году, отсрочку и рассрочку уплаты налогов, отказ в ряде случаев от применения мер за налоговую задолженность и другие льготы. Это пересмотр условий госзакупок, вопросы сдерживания цен на продовольствие, товары первой необходимости, строительные материалы и так далее. Это реструктуризация кредитов для граждан и предпринимателей, в том числе и по ипотеке. Развитие реального сектора не должно останавливаться. Главный посыл губернатора – бизнес-элитам региона. Цены на продукты ежедневно мониторит специальный штаб, его работа будет продолжена, стабилизация цен – это в первую очередь добровольное принятие торговыми сетями новых правил и самоограничение предельного уровня наценок. Все крупнейшие ритейлеры, к слову, предложение приняли. Кроме того, для системообразующих предприятий региональная власть разрабатывает систему льготных займов для поддержания оборотных средств. Сумма резерва – до полумиллиарда. У любого кризиса всегда есть обратная сторона – появление новых рынков и приобретение новых компетенций, которые теперь должны появиться и у Рязанского 360-го авиаремонтного завода. Сегодня мы вышли с инициативой на федеральный уровень проработать вопрос использования мощностей завода для ремонта и направления на грузовые перевозки российских самолетов Ил-76. В качестве стартовых заказчиков могут выступать такие компании, это тоже мы прорабатывали, как «Вайлдберрис», «Озон», «Почта России» и другие. Сейчас авиаремонтный завод – базовое предприятие для дальней авиации России и крупнейшее по ремонту, модернизации, сервисному и техническому обслуживанию самолетов дальней авиации. На обслуживание «Тушки» и «78-е Илы». Теперь будут еще и «76-е». Все стратегические цели и планы остаются в силе, заявил губернатор. Максим Васильев, телекомпания «Город». Продолжение следует...